От пациентки. Контроль одинома левого надпочечника. Прошу посмотреть, если видно тонкую кишку, толщину стенок, сужение и т.д. была болезнь кронок под вопросом булгенит, терминальный леид, сигмоидит. Началось в 2016 году, сейчас ставят сарка и ремиссию, а симптомы все хуже лейкоцитоз. Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациентки 38 лет. Дата исследования. 19 января 2021 года. Область исследования. Брюшная полость, забрюшинное пространство с внутривенным болюсным контрастированием. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких на уровне сканирования очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров правильно расположен. Эвакуация жидкого контраста не нарушена. Печень не увеличена. Крупт 165 мм. Крупт 60 мм. Контуры четкие, ровные. Натевная плотность плюс 36, плюс 79 хаунсфилда. Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без эрджа контрастных очагов. Поджелудочная железа обычных размеров, с четкими контурами. Паренхима диффузна неоднородна, плотностью плюс 26, плюс 73 хаунсфилда. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники. В правом надпочечнике и включение 8 на 7 мм, плотностью минус 15, в левом аналогичное включением размером 16 на 10 мм. Контур включения ровный, четкий. Почки не увеличены. Паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек, паранифральная клетчатка структурны. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно. Мочеточники в зоне сканирования не расширены. Патологические включения в них не выявлены. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. В зоне сканирования стенки кишки не изменены, не утолщены. КТ-признаков отека клетчатки живота не выявлены. При внутривенном болюсном введении контраста очаги патологической воскулиризации не выявлены. Паренхематозные органы накапливают контраст без особенностей. Заключение. КТ-картина гипотомигалии за счет правой доли печени. Диффузные изменения ткани печени и поджелудочной железы. Образование обоих надпочечников более вероятно аденомы. Рекомендована консультация терапевта. Ассистент кафедры КМН. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. В обоих надпочечниках у вас есть небольшие образования, аденомы. Если нет признаков их гормональной активности, то и угрозы они не представляют. Есть небольшое увеличение печени и диффузные изменения ткани печени и поджелудочной железы, это может давать боли и неудобства в животе. С этим имеет смысл обратиться к терапевту. Со стороны кишки, у вас все спокойно, признаков отека стенки кишки и прилежащей клетчатки нет. Убедительных КТ-признаков болезни Крона также нет. Но вообще для полноценной оценки кишки, нужно делать специальные исследования, КТ-интерографию или КТ-колоноскопию. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 КОНЕЦ